Они одни из главных бенефициаров войны России против Украины. Народный артист нашей большой страны Николай Расторгуев и группа Любовь! За нами Россия! За нами Москва! За президента! Офицеры! Когда по российским законам военные преступления Путина в Украине стало невозможно называть преступлениями, ему понадобилась помощь артистов, чтобы лицедеи отвлекли народ от очевидных мыслей о злодеяниях политического режима. Кто сейчас эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с лицами такими озверелыми и делают вид страшно грустных из себя в такой фальш? Уже сейчас, ты не видела новость, наверное, артист года признан Олег Газманов. И это сейчас не 81-й год. В то время, когда в Киеве, который еще не успел прийти в себя от февральской атаки Путина, в метро выступила всемирно известная ирландская группа ЮТУ, в России дети запели вот такие песни. Одним из следствий российской агрессии в Украине стало возрождение жанра военной патриотической песни. По форме и содержанию это такая же пропаганда, как, например, творчество Z-литераторов, которые в своих произведениях воспевают войну России против Украины. Сейчас Путин продает идею прошлого. Он не продает идею настоящего и будущего. Прошлое. Что будет? Ну, стагнация. Ну, минимум стагнации. Максимум падения жесткое. Это уберут всех инакомыслящих, а все молодые, они, ну, артисты, они в основном инакомыслящие. Неонацисты, имперцы, откровенные бандиты, фанаты русской весны и теперь Z-артисты объединились в общей борьбе против вымышленного врага в Украине. Мы думали, что мы победили нацизм в далеком 45-м и больше никогда не встретимся с ним. Но, к сожалению, здесь при нашей жизни в 21 веке он вновь возродился. Теперь Новый год и другие праздники в России проходят без действительно народных и заслуженных артистов Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле. В моей жизни, когда не врать, репутация это самое главное. Они еще с советских времен десятилетиями были главными гостями на «Голубых огоньках», но отказавшись поддержать путинскую авантюру в Украине, очень быстро стали изгоями. Ошибок тут нет. Каждый из артистов, допущенных до шоу на центральных каналах, так или иначе внес посильный вклад в информационную поддержку вторжения. Взносы были разными, но, очевидно, необходимыми и достаточными для продолжения карьеры. На смену ушедшим артистам пришли новые Кобзоны Языкины и стали исполнителями репертуара широкого диапазона, от военно-патриотических до развлекательных песен. Кремлю срочно понадобились известные лица, как новые символы русского патриотизма. На сцене очутились только идеологически правильные артисты. Однако из-за нехватки своего репертуара приходится исполнять хиты тех, кто в свое время осуждал войну, тоталитаризм и диктатуру. Под запретом Нойз МС с его кооперативом «Лебединое озеро». Ногу свело с песнями про Украину вторую половину и убитого на войне новобранца «С Новым Годом, сынок». Оле-оле-оле-оле, назад Россия, назад. И, боже упаси, кто-то поставит на общественном мероприятии «Червону колыну», написанную еще в 1914 году. Она под запретом в России, даже несмотря на то, что ее пел герой одного из главных фильмов про ту войну. Советский ас, капитан Титаренко, которого сыграл Леонид Быков в легендарном фильме «В бой идут одни старики». У так называемых поющих патриотов теперь каждый день свой День Победы. Под эту музыку людей забирают на войну и хоронят их тоже под эти песни. Весь репертуар зет-артистов – антивоенные песни и оды Путину. При этом его вторжение в Украину никто не осуждает. Если бы они не поддерживали войну, то, естественно, никто из них не получил бы ни копейки из бюджета. Более того, если бы они шли против войны, то они бы еще и лишились всякой возможности работать в России, как это случилось с десятками, может быть, даже сотнями других артистов. Патриотически своих не бросаем за родину, за светлое завтра, скажи героям спасибо и оптимистически все получится, все будет хорошо. Теперь такие концерты регулярно проходят в России на больших и малых сценах, а иногда и просто на пеньках. Все эти ребята, которые никогда не пользовались успехом, некоторые вообще были такими сугубо маргинальными какими-то артистами, они сейчас выступают на площадях, на днях города, на стадионах, на больших площадках и так далее. Естественно, им за это платят большие деньги. На этих концертах выступают практически одни и те же люди, как популярные когда-то, так и малоизвестные до полномасштабного вторжения. Газманов, Любе, Лепс, Уматурман, Чечерина, Майданов, Галанин, Гагарина, Цыганова. Это далеко не полный перечень тех, кто получает щедрое финансирование из госбюджета. Для артистов, политических спекулянтов, самое раздолье. То есть это для них суперурожайный период. Были и те, кто недолго сопротивлялся режиму. Когда дистиллированная пропаганда хлынула на сцену, для таких, как Сергей Лазарев, примкнуть к зет-артистам стало единственным шансом остаться на плаву. К лету 2022-го он уже, как ни в чем не бывало, пел с хором патриотов. При отъезде из страны многих звезд противников войны оформляется пул верноподданных маститых эстрадников. Их неожиданным фронтменом станет годящийся большинству сыновья, блонд в дредах при кресте, но с языческим псевдонимом «шаман», написанным латиницей. И назовем его, знаете, так вот, что по-восточному «шаман» с дредами, но он будет петь, что я русский. Ну, это прям сюрреализм, как все, что происходит в России. Главной Z-сенсацией 2022-го стал певец «шаман». Но даже у него сначала все складывалось не так однозначно. После отказа музыканта от предложения выступить на Донбассе, он и сам чуть не стал изгоем. Однако, одумавшись, все же поехал на оккупированные территории со своими двумя хитами «Встанем» и «Я русский». Его щит национального мщения «Я русский всему миру назло» противоположный лагерь удостоит пародии, набирающей ответные миллионы просмотров на Ютубе. На российской сцене есть и те, кто буквально живет войной. Одна из них – Юлия Чечерина. Когда в начале 2000-х популярность после первых песен прошла, а новых хитов не появилось, Чечерине что-то в голову надуло, и она из рок-певицы превратилась в пропагандистку с гитарой. Где бы ни появились российские оккупанты, она тут как тут – на Донбассе, в Сирии, в Нагорном Карабахе. Пришло время платить по счетам. «Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все». Ее называют «Конем Охлобыстина и бабой под героином». В своих соцсетях она до сих пор постит совместные фотографии с террористом Арсеном Павловым по кличке Моторола, которого отправили воевать на Донбасс после того, как он угнал автомобиль в родном Ростове-на-Дону. «Утренняя зорька». Практически не вылезая из Донбасса, Чичерина поразительным образом умудряется не замечать зверства российской армии в Украине и при этом постоянно рассказывает в соцсетях о преступлениях, как она выражается, у кронацистов. «Мне правда, мне единственное, все, что сейчас происходит, мне очень стыдно, что все они русские». Еще один зет-артист, чью карьеру ждал бы упадок без государственной поддержки Олег Газманов. «Украина и Крым, Беларусь и Молдова, это моя страна». Просто в качестве допущения, что будет, если мы сейчас с вами выйдем в Берлине на улицу и споем песню «Вена и Эльзас, Лотарингия и Кёнигсберг – это моя страна». Автор залежавшихся песен про скакунов, офицеров и путану захотел улучшить свое финансовое положение распеванием патриотических композиций, освоив выделенные 17 миллионов рублей из российского бюджета. «Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд, который называется «Равенство возможностей». Недавно патриот Газманов пытался обзавестись запасным аэродромом, хотел получить израильское гражданство. Со сцены он призывает россиян отдать долг родине, но ни сам, ни его сын Родион не готовы воевать в Украине. «Ваш сын сейчас как относится к спецоперации? Я знаю, как, но я хочу слышать от вас. И планирует ли он в ней участвовать?» «Вы что хотите? У меня намекает, что он добровольцем пошел?» «Те, которые сейчас являются в телеэкране очень большими патриотами, к ним, в общем-то, и спрос у аудитории достаточно большой. В свою очередь Майданов и Гагарина были доверенными лицами Путина во время президентских выборов 2018 года. После этого первый стал депутатом Госдумы и теперь задорого поет патриотические песни. 42 миллиона рублей. Их получил Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых» гендиректор Наталья Майданова, жена Дениса Майданова. «Главное достоинство Дениса Майданова – это его абсолютная политическая лояльность, вышкаленность, это все правильные лозунги во всех правильных местах и так далее». «Хлоп-хлоп, покупаем, распродажи набираем, хлоп-хлоп, покупаем». Анна Гагарину после концертов посыпались как из рога изобилие рекламные контракты, ведь она член Совета при президенте по культуре и искусству. «А что бы ты предложила? У тебя есть какие-то законопроекты для искусства и культуры? Иногда лучше промолчать, чем говорить». «Они действительно создают ощущение единства». «Качание – тоже своего рода единство. Покачался и стало легче на душе». Стремительно возрождаются из пепла и тех, на ком, казалось, был поставлен жирный крест. Чтобы покачаться вместе с публикой, а заодно и хорошо заработать, на просторах необъятной родины вновь всплыла певица кабацкого шансона Вика Цыганова с песней про уголовников из ЧВК «Вагнер». «Я ему пела прямо в глаза. Он говорит, у меня произошло чудо, у меня нога перестала болеть. Он говорит, сейчас поставлю протез и пойду воевать». Вульгарная Цыганова с малоизвестными альбомами «Клубничка» и «Эх, не грех», которая паразитирует на патриотизме, далеко не единственный случай чудесного воскрешения 2022 на российской эстраде. Поддержка полномасштабного вторжения Путина в Украину стала шансом и для рок-музыканта из 90-х Сергея Галанина и его группы «Серьга». Теперь он один из самых высокооплачиваемых Z-артистов, которые регулярно гастролируют по российским регионам. «Я удивляюсь, когда какие-то мудаки выходят с плакатами «Мы против, нам надо уничтожить путинизм». Хочется ему сказать, кто ты такой? И думаешь, либо ты идиот, ну по-русски говорит мудак, либо у тебя какие-то капают деньги». «Значит, на наше место приезжает Серьга. «Ну, чувак, ну ты приехал, играй молча, условно говоря». «Ну, играй, ***, домой, ***, извиняюсь. ***, домой, ***, тебе заплатили, ***, домой. Так он еще интервью дает. ***, у нас в стране свобода слова». В апреле-мая прошлого года в трех десятках российских городов прошел марафон «Концерт за Россию», на который власти выделили из федерального бюджета рекордные деньги – почти 100 миллионов рублей. Артисты и коррумпированные чиновники заработали на патриотических концертах круглые суммы. До войны система получения откатов присутствовала. И мы видим это в материалах уголовных дел. Это не какая-то моя фантазия. И очевидно, что сейчас с учетом повышения, скажем так, непрозрачности, снижения конкуренции на этом рынке, повышения спроса на конкретных исполнителей, потому что у нас рынок Z-артистов не так, на самом деле, велик, как может показаться. Очевидно, это все формирует дополнительный коррупционный аспект. Гонорары хора пропагандистов по сравнению с докоронавирусными временами выросли приблизительно вдвое. Так, любимчик Путина Расторгуев за каждый концерт группы Любе по данным госзакупок получает не менее 7 миллионов рублей. И в то время, когда в российских школах появляются уроки патриотизма, а попросту оправдания агрессии в Украине… На этот раз урок назывался «Разговор о важном» и проходил в Калининграде. Как правильно дисциплинировать себя и свою работу? Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Z-артисты прививают юным россиянам антиутопию Орвала. Война – это мир, а священный долг каждого – защищать власть Путина. И никто не объяснит детям, что эта война полностью обесценила человеческую жизнь. А для Путина главное – какие изменения произошли на карте боевых действий, и неважно, сколько человек погибло. Однако Z-патриотизм на широкую ногу рано или поздно придется сворачивать, когда начнут заканчиваться российские нефтедоллары. Большинству певцов-пропагандистов будущее сулит изоляцию и запрет выступать даже на родине. Однако наиболее активные могут оказаться на скамье подсудимых Международного трибунала в Гааге.